Из бухты Средняя в Приморье разрешили вывести за рубеж 50 тюленей. Из бухты Средняя в Приморье разрешили вывести за рубеж 50 тюленей 11 часов 31 минута. Знак авторского права Татьяна Жирова тюлень на острове Сомерс. Знак авторского права Татьяна Жирова тюлень на острове Сомерс. Архивное фото Владивосток, 11 января РИА Новости. Компания получила разрешение на вывоз за границу 50 тюленей, которых содержат в бухте Среднее в Приморье рядом с незаконно выловленными косатками и белухами. Как сообщил РИА Новости руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын, экологам стало известно от волонтеров о том, что ООО «Приморский дельфинарий» получило разрешение на экспорт 50 тюленей в китайский Тинцзинь с целью содержания. 20 декабря 2018 года, 12 часов 14 минут экологи ждут решения об освобождении косаток из неволи в Приморье по сути, тут нарушения закона нет, и компания ничего не нарушает. Вопрос здесь морального аспекта насколько наше общество согласно, что тюленей вылавливают у нас и продают за рубеж, сказал Лисицын. По его словам, тюлени содержатся в бухте Средняя на территории, смежной с вольерами косаток и белух, которых поймали незаконно, но компания «Приморский дельфинарий» отношения к косаткам и белухам не имеет. Представитель администрации Приморья подтвердил РИА Новости, что разрешение на вывоз тюленей выдали в Россельхознадзоре. Россельхознадзор выдавал, сказал собеседник. Представитель управления Россельхознадзора по Приморскому краю подтвердил факт выдачи разрешения, отметив, что этим занимается нетерриториальное управление, оно оформляется через автоматизированную систему Аргус. Государственная услуга по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации животных оказывается в соответствии с требованиями российского законодательства. Государственная услуга предоставляется в электронной форме с помощью автоматизированной системы Аргус на основании заявлений, оформленных в электронном виде. Решение по заявлению, оформленному в электронном виде, принимается, исходя из анализа данных, внесенных в систему в течение одного дня с момента подачи заявки, сообщил РИА Новости представитель управления. 17 ноября 2018 года, 8 часов ровно к осадке воды у «Кому выгодно китовая тюрьма» ранее в. Greenpeace. Заявили, что готовятся незаконные продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Экологи отмечали, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались в бухте Среднее недалеко от находки. Росприроднадзор изучал проблему вместе с погранслужбой. Владивостокская природоохранная прокуратура сообщала, что найдены нарушения расрыболовства и компаний, которые отловили животных. Тихоокеанский флот информировал, что готов помочь в транспортировке косаток и белух после того, как специалисты определят место выпуска и необходимое для перевозки оборудования. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль намерен обратиться к губернатору Приморья Олегу Кожемяка с просьбой решить вопрос белух и косаток, выловленных для перепродажи в китайские океанариумы. Кожемяка заявил, что ситуация с белухами и косатками, которые содержатся в вольерах бухты Средней, находится под контролем. Следователи завели дело по статье «Незаконная добыча» – вылов водных биологических ресурсов. По данным регионального главка СК, 11 косаток являются детенышами. Установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них младше года, сообщал СК. Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Позже арест животных сняли. Эксперты Совета по морским млекопитающим считают возможным выпустить косаток в районе их содержания, чтобы они соединились с семьями. Недавно стало известно, что три белухи пропали.